Всем привет наши дорогие зрители те кто нас первый раз смотрит вы попали в мир цветных чернил вы присылайте нам рисунки мы их показываем отвечаю на несколько вопросов все ссылки есть под каждым из видео можно ли видосик конечно можно только надо ждать своей очереди очередь у нас очень очень длинная так что сразу ваш рисунок не попадает видео попадают видео по воскресеньям те рисунки которые присылаются на еженедельный конкурс а все остальные рисунки показываются в порядке очереди бывают конечно какие-то маленькие исключения когда нам нужен тот или иной рисунок тогда его показывают раньше ага и кто это у нас тут не спит а борис ты чё тут делаешь три часа ночи вот уроки сделал борис какие уроки три часа ночи видео делать три часа ночи ничего да да я просто приветствия хотел записать а ну-ка быстро сел английский учить английский то зачем мне учить английский я ж по-русски разговариваю как это зачем затем чтобы уметь читать по-английски все игры на английском языке вот и был без ни одного английского слова не знаешь я знаю английский ну немножечко а щас мы проверим а ну-ка что на этой книжке написано о борис там какое-то неприличное слово написано там пискс написано то какой пискс там физика написано по-английски ну вот видишь борис то три часа ночи я не хочу уроки учить но отпусти меня спать ну какой спать тебе же в школу завтра идти кто не хочет школу идти ставь лайк борис ну пожалуйста ну пожалей меня я не хочу в школу идти там ничего интересного нету и вообще-то страшная школа он ребята в простую школу ходят а мне приходится в школу а доходить а знаете какой девиз нашей школа до учили сдохни вот я сижу и думаю чтобы мне выбрать сдохнуть вроде мне еще рано еще пятая глава плюс там продолжение какой-то мид ли обещал поэтому приходится учиться вонук отставить нюни быстро садись за учебники 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 борис да ты посмотри что это за цифры ну почему все так сложно у кто-то говорил что уроки легкие что уроки делать не надо но это я говорил но я посидел один день школе и я все понял это очень все сложно тебе еще повезло что у тебя алиса учитель ага повезло то назначь какой учитель она хуже балди она заставляет меня учить эти дурацкие цифры я там ничего не понимаю я недавижу математику был без это не математика это геометрия то какая разница геометрии алгебра я все равно там ни черта не понимаю синусы и косинусы штангенс и я уже посинел от этой вашей школы не хочу учиться хочу жениться все жениться а щас прям за такого балбеса как ты никто же замуж не пойдет борис ну вот объясни ну зачем геометрия то нужно вот я сижу и все время думаю над этим вопросом ну что я без нее умыться не смогу или яичницу пожарить или может быть я не смогу суп в нужной пропорции сварить но на кой черт мне это геометрия но может быть ты захочешь архитектором стать каким архитектором борис за меня кто-нибудь другой хату построит нет ну вы посмотрите на него тебе сказали надо учиться значит иди учись посмотри какая милая у тебя учительница но красавица алиса да к ней любой пойдет учиться а ты вот эти фотки ее видела красавица алиса то она же учеников наверное ест вместо тебя достает их внутренности и молодеет от этого каждый раз он посмотри с какими они лицами с ее уроков выходят убегают в рассыпную да ты не на те фотки смотришь вот смотри на эту фотку она тут красавица да ладно а вот учительница по фитнесу намного красивее посмотри на неё вот эталон красоты дуну это порнография какой-то не талон красоты а учитель по математике у вас какой умный чего балди умный конечно он всех линейкой мочит умный он тут хочешь не хочешь будешь считать выйдешь к доске неправильно посчитаешь он дать тебе по башке линейкой что это за методы воспитания так короче сиди делай уроки вот на тебе принес литературу сиди читай литературу он принес сиди читай я и так читать умею а вот и проверим как ты умеешь читать а ну-ка вам по-английски прочитай мне что-нибудь то расплюнуть она тату и рареру со редаке д дниши ноу кокуроко вата шинок кокуро хоботаку но борис ты уверен что это по-английски было написано я не уверен я сам английский не знаю о вот так вот ты не знаешь а я учи значит ну конечно ты будешь умный будешь за всех нас все знать этого андрюха у нас аниме девчонок рисует пусть он английский учит станет дизайнером уедет в англию будет бабам анимешным костюмы шить а мне-то на кой черт английский как это на кой черт у тебя вся игра на английском языке ну и что кто-нибудь переведет он винди переведет юджин переведет мне на зачем переводить я тебе сейчас сами экзе скормлю если не будешь читать ну вот чуть что сразу сами скормлю вот посмотри на хелен она училась 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 и посмотри как она устала вокруг нее злые одноклассники а может она рисовать просто устала откуда ты знаешь ну не знаю может быть и рисовать устала но мне кажется это она школу нарисовала а вот на бяку посмотри он же на нервной почве курить начал исхудал бедняга круги под глазами и все из-за ваших уроков и вот катеринины девчонки я тоже уверен что они от уроков так исхудали я сначала думал что это катерина их не кормит оказывается вот в чем дело они просто слишком много учатся а вот посмотри на настю белку она сразу видно давно школу закончила он замуж за леонардо вышла за леопольда ну за леопольда детей нарожала сидит себе спокойно вон смотри какая красивая довольная никаких уроков учить не надо суп варит и всего или вот трет например посмотри какой он довольный и счастливый вот явно школу не ходит пацан а вот эти трое точно ходят школу посмотри на них худые тощие замученные лица стопудово они сидели алгебру учили с утра до вечера а вот на луку посмотри вырос стал директором конфетной фабрики сидите пироженки лопает и не надо никакой геометрии знать рабочие за него все делают чтоб директором стать надо тоже умным быть наверняка лука институт закончил а может быть даже два или три борис ну ведь в школе ставят двойки представляешь получил такой двойку стыж грустный и тут батя тебя встречает на пороге и говорит а ну-ка покажи дневник и что-то будешь делать ну ничего не буду делать покажу дневник я храбрый волк но не все такие храбрые как ты и вообще я знаю много профессий где не нужны никакие знания это что же за профессии то такие вот например профессия дворника взял метлу и пошел подметать от одного края дорожки до другого раз 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 а пока будешь подметать можно случайно чей-то кошелек найти ну или мелочишку какую под лавочкой ну тоже мне профессия подожди подожди а можно еще устроиться в похоронное бюро и плести венки например чего ну ладно согласен не самая отличная профессия но все-таки а вот еще те профессия можно стать модельером ну или хотя бы не модельером а начальником модельного агентства насобирать красивых стройных девчонок плюс красивых стройных пацанов брать с них деньги за обучение ну чтобы научить их правильно ходить вперед и назад и желательно побольше красивых девчонок много много много-много и все твое модельное агентство станет известная девчонкам которые будут у тебя работать будут платить много денег за рекламу во какая отличная профессия ну не знаю не знаю в модельном бизнесе не разбираюсь не разбираешься в модельном бизнесе вот пожалуйста те костюмный бизнес сейчас много всяких фестивалей проводят сел взял ниточку иголочку и начал шить костюмы а потом раз по пять тысяч продал их все и стал богатым но не умеешь ты шить можешь кофты вязать вот например но вязал красивых свитерков пошел на базар продавал и купил себе феррари последней модели чё-то я сомневаюсь что на свитерки можно феррари купить а надо много их навязать побольше сомнительные какие-то у тебя профессии а я знаю еще одну классную профессию где не нужны знания а ну-ка давай удиви меня а вот пожалуйста агентство знакомств можно открыть набрать туда красивых пацанов анкеты они сами позаполняют надо умных выбирать которые закончили школу ну чтоб анкеты сами заполняли и все и сиди жди приглашает девчонок они будут там встречаться и тебе будут платить за то что будут к тебе приходить и где что наберешь таких красивых пацанов да я уже набрал хочешь почитай анкеты ну давай давай я посмотрю вот пожалуйста раса черный ягуар хочет быть со светом и боится признаться ей в любви вот мы пригласим ему свет и он ей признаться в любви вот еще один кандидат клоуд великолепный юный веселый может резко стать строгим любит веселуху и отдыхать они любят когда его заставляют что-то делать вот он у нас будет просто сидеть и ничего не делать только с девчонками знакомиться а правда рост у него сто пятьдесят семь сантиметров ну чем вырастет а вот какой отличный жених лэй коффин возраст 19 лет самое то любит апельсин и молоко электросвинг это такой жанр музыки одежду тридцатых семидесятых годов но шикарный же жених девчонки сразу на него клюнут и твое агентство будет процветать вот можно еще кевина взять он демон и псих психов тоже иногда любят часто шутит на сэме и любит алису ничего алис он разлюбит еще один кандидат по имени роз мужского пола 172 сантиметра ростом а вот пожалуйста на любителя птенет подросток высокой птицы по имени джилд 15 лет маловато конечно а ну ничего подрастет через пару лет к нам придет зато 2 метра 15 сантиметров ростом ест всякую дрянь прекрасно поет не любит когда ему указывают любит харуку но не может признаться в этом вот пожалуйста харуку пригласим кушать жуков вообще не притязательный тип неудавшийся утопленник наш клиент или вот например джонни оффред 17 лет как раз то что надо любит алису грустную музыку черный фиолетовый цвет ищет пару все джонни забудь про алису приходи к нам мы тебе подберем девчонку а с хаёша что произошло ему стопудово надо найти пару но посмотрите пацан мучается без невесты джон сина у него ленивый автор не хочет его никак раскрашивать ему тоже надо жену подыскать чтобы она его раскрашивала а вот жених 1019 лет ему уже он все холостой ходит хотя у него дочь есть а и жена у него есть вот черт а ладно это не наш клиент он еще и курит и пьет при этом и занимается селф-хармом господи надеюсь это не что-то страшное нет это не наш клиент а вот какой пацанчик красивый правда автор еще не знает пацанчик он или нет но зовут его деви в общем мы его берем к себе в женихи ну и конечно один из завиднейших женихов это эрор бенди он умеет носить девчонок на руках я ему даже пару подобрал не посчитайте меня за шипера нет просто я смотрела рисунки и смотрю они так рядом эти два рисунка и посмотрите как они классно вместе смотрятся авторы не подумайте ничего плохого я так просто подожди тоже йоми из кьюти киллерс ну да йоми и что у нее братец не очень приветливый вон смотри леща ей дает может она захочет жениха себе найти и съехать отбраться но это я так предложил и вообще не перебивай меня борис я тут свадебную индустрию строю ну и короче вот они будут встречаться у нас а вот такие все красивые нарядные звездочках снежинках будут знакомиться каждому пришедшему будем дарить вот такую подушку с любимым кумиром обнимашку также нужно будет какая-нибудь музыка вот например черри у нас будет петь а еще обязательно нужен будет какой-нибудь уголок романтический с камином с елочкой но не обязательно с игрушками где можно будет остаться наедине почитать книжки признаться друг другу в любви сэмми у нас будет готовить всякие пироженки мороженки ну там все что положено для свидания но все брачное агентство готово бенди ну ты знаешь меня как-то мужские анкеты не особо интересуют а есть у тебя какие-нибудь девчачьи анкеты конечно борис у нас будут всякие анкеты вот например она хочет найти себе пару знаешь какую я и пару подыскал она немножко так странно выглядит я и подыскал рыцаря из игры soul knight он хотел пойти на батл но он пойдет под венец борис вот тебе пожалуйста анкетка я зовут ами она владеет телекинезом телепортации полетом основная магия печеньки у нее или вот ошибка фамилия неизвестно 25 лет вот ей уже давно пора замуж а и не нужна пара иначе она убьет ну ладно не хочет так не хочет или вот ей нужна пара срочно потому что она часто попадает неприятности и например харви мог бы подойти он очень серьезный молчаливый тип обязательно защитит но не хочет она на нем жениться ну просто могут дружить ну подожди ты мне обещал девчачьи анкеты давать ну хорошо хорошо вот тебе пожалуйста карина 12 лет крипипасту она любит юбки школу или вот каролина тоже 12 лет на 50 процентов демон ангел один процент кошечка характер на вид милый но в душе злой демон сейчас она слепая так что ей можно вообще любого жениха а вот какая красавица по имени лим она демон дружелюбная рассеянная любопытная сто процентов когда ее рисуют она любит радугу любит любовь любит мистера икса любит лорд омегу даже любит она всех любит ну кроме пессимистов и лентяев вот еще анкетка сузуки бесфамильная способности но может поджарить огоньком отлично она будет мужу готовить обед за пять секунд а вот дженери тяншони 18 лет добра мила заботлива застенчивость тихоня есть парень ничего парень подождет боится большое скопление людей пауков любимые цвета оранжевый аквамарин розовый любит читать книжки романы коллекционировать бантики и танцы любит или вот пожалуйста венди 12 лет не любит генри нет только она умеет летать вот муж ее пошлет за хлебом она за 5 сек туда-сюда слетает или вот миса 11 лет 11 12 конечно рановато невестами становиться ну ладно бы подождем пока они все вырастут у это что за девчонка а это леотанта возраст неизвестен ну вроде взрослая девчонка любит сладости семью это умершая сестра сэма имеет власть каждого движения сэма я не понял что это значит но вот такая вот она крутая девчонка вот тебе еще невеста синди полукровка вампир может лишь наполовину превращаться в летучую мышь мы подберем какого-нибудь жениха вампира вот еще отличная кандидатка в невесты очень стеснительная сабрина ангел боится показывать свои эмоции если злиться то она становится красной если волнуются ее глаза становятся темно-серыми по сравнению со своими сестрами сабрина не рассказывает кто ее сэмпай если вызвать на битву атакует ножами вот то есть она отлично будет готовить кушать потому что она управляет ножами короче борис приходи в мое агентство у нас невест целая куча ну ладно невесты невестами а друзья какие-нибудь хорошие есть можно у нас какого-нибудь друга себе найти конечно можно борис вот митчелл например он научился играть на гитаре в лагере и песни он поет не забывайте что мы все вместе все вместе не забывайте что мы друзья друзья не забывайте что мы оркестр не забывай что ты это я видишь какой веселый пацан он со всеми готов дружить а вот девчонки например из команды тапки они со всеми готовы дружить по крайней мере мне так показалось так а это что у нас карри white ищет пару Пожалуйста, найти пару, ей просит Ксюфоня. Слушай, Карри, я все папки перерыл. Я подошел основательно и нашел тебе наконец-то жениха. Вот твой идеальный жених. Митчелл Кот, которому 19 лет. Он любит вкусняшки и всех. Не любит грусть, депрессию. Он общительный, веселый и в лагере научился играть на гитаре. Об этом я уже говорил. И хвост у него очень интересный. Я надеюсь, ну хоть Митчелл-то вам подойдет в пару. Лучше я ничего не нашел. И кстати, Борис, я еще нашел несколько профессий, для которых не надо учиться. Например, вот скульптор. Тут просто руки нужны хорошие и все из того места растущие. Или танцовщица, например, или танцор. Там главное, чтобы ничего не мешало и все. И пошел танцевать. А вот еще какая отличная профессия. Продавец в магазине, вот как Ямато, например. Сидишь, ничего не делаешь. Выдаешь товар и все, забираешь деньги. Ну там же считать надо. Ну подумаешь, ну научишься считать. И вообще сейчас калькулятор есть. Вот смотри, сел и сидишь, продаешь. А народ к тебе приходит и все покупает. А ты на калькуляторе, тик-тик-тик. Ну главное циферки знать, один класс закончить и все. Эх ты балбес, балбес. Действительно я балбес, как же я мог забыть. А посмотри, можно же игру свою придумать. Вот как здесь, например. Возьми, Х взять, 0 обнять. З поцелуй. Игрик ударить. В отказать. Ну и что ты будешь делать? Ну не знаю. Ну ему я откажу, конечно. А вот Алиса может быть и обнять или поцеловать. Короче, создаешь игру, она становится популярной и все. И косишь бабки. О, конечно, чтобы создать игру, программистом надо быть. Блин, вот об этом я не подумал. Слушай, а что если стать классным художником? Ну для этого тоже надо руки с того места иметь. Ну да, тут ты прав. Но наши ребята могут стать классными художниками. У нас много хороших художников. Просто некоторые ленивые и не совсем хотят стараться. Но я думаю, они возьмут себя в руки и обязательно будут стараться. А наша передача на этом заканчивается. И хочу вам сказать, ребята, учиться никогда не вредно. Потому что ваш мозг всегда должен о чем-то думать, чтобы развиваться. Если вы не будете думать, то вы не будете развиваться. Вы застрянете на одном уровне и все. А человек должен всегда расти над собой. Так что не будьте лентяями, учите уроки. А наша передача на этом заканчивается. Я говорю вам всем спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий. И за все, за все, за все. За то, что вы такие у нас классные зрители. А я вам говорю до свидания. Обязательно увидимся с вами еще в следующих передачах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok